Дикие леса Высочайшие перевалы и серпантины, старинные горные селения, безмолвные могучие горы с заснеженными вершинами, чистейший воздух, коварные реки и многовековые традиции. Конечно же здесь, на таинственном, величественном и прекраснейшем Кавказе. И мы едем сюда в многодневную экспедицию, чтобы ощутить всю эту первозданную красоту и насытиться яркими эмоциями. Присоединяйтесь к просмотру и разделите эти эмоции с нами. Продолжение следует... День 1. Сегодня начинается наша экспедиция по Кавказу. Участники собираются в селении Верхний Феогдон, и мы отправляемся в радиальный выезд по местности, чтобы посетить Медаграбинские водопады, селение Мертвых в Таргарсе и место гибели Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье. Техника прибывает на место в автовозах, а пока производится ее разгрузка, можно полюбоваться с высоты на поселение Верхний Феогдон. Окрестные горы и древние селения Цмити расположены на склоне горы Кориухох. Медаграбинские водопады, селение Цмити расположены на склоне горы и древние селения Цмити расположены на склоне горы. Медаграбинские водопады, селение Цмити расположены на склоне горы. Медаграбинские водопады Прибыли к Медаграбинским водопадам, они сейчас представляют интересное зрелище. Вот он Малазий, голландский водопад, видно его хорошо течет, а большой исчезает в тумане. А мы видим его только самую нижнюю часть, все остальное где-то там, скрыто от нас, среди горных круч. Долина Медаграбинских водопадов располагается на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Здесь, на небольшой площади, находится сразу 8 водопадов. Они берут свое начало с ледников, образующих Медаграбинскую подкову. Самый известный водопад в этом месте – Большой Зигелан. Его высота составляет около 700 метров. И его называют самым большим водопадом России. Посмотрите, а ведь тучи расходятся. И Большой Зигеландский водопад нам открывается. Пусть и не во всей красе, но уже видно его максимальную высоту. Откуда-то с самой вершины берет свое происхождение с ледников, которые там тают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы находимся возле Доргавца, города мертвых. Это захоронения, причем родовые захоронения. Каждый склеп – это захоронение одного рода. Почему склепы? Потому что есть две версии. Первая – это на Кавказе очень мало, как вы видите, ровных поверхностей, как бы, и земли. В основном все каменистая, скалистая почва. Это первое. Второе – то, что, ну, как бы, Алланы, они были язычниками изначально. И по языческим канонам землю нельзя было хоронить. Поэтому хоронили в каменных вот таких сооружениях. Проезжайте, проезжайте, молодцы! Я хочу поедать сзади. Скажи, туда поедать. Да, 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 да. Вы откуда сзади? С вами. Прибываем в Кармадонское ущелье, к месту гибели Сергея Бодрова. Перед въездом в ущелье Дмитрий, руководитель и проводник нашей группы, рассказал, как произошла эта трагедия. Произошло это в 2002 году в 9 часов вечера, в 9.20, если быть точнее. После съемочного дня очередного, очень большой лагерь, стоял вот, где вы видите, газовая труба. У нас остался грохот, оторвался кусок ледника колка. Вы видите, вот он, этот ледник. Вот тот вот, да? Да, это ледник колка, он примыкает к Азбеку. Оторвался кусок этого ледника, естественно, пошла вся эта масса вниз. Мы сейчас поедем прям по этому леднику. Высота вот этого селевого потока, чтобы вы понимали, примерно 100 метров. Оно все потихонечку считает до сих пор, потому что это все был лед с камнями и все это уходит. Поэтому не делают ни дорогу, ничего, потому что это все бред смысл. В результате этой трагедии погибли и пропали без вести 125 человек. Их тела так и не нашли. Сегодня нам еще предстояло пройти серпантины Кабанского ущелья. И в отель мы вернулись уже в полной темноте. День второй. Сегодня мы покидаем Верхний Фиагдон. И отправляемся в Дегорию. По пути нас ждут великолепные виды гор Северной Осетии и Аландии. И прекрасная архитектура древних поселений. Ну а ярко-солнечная погода поможет насладиться этой красотой в полном объеме. Утро начинается весело. На стене Маври сел аккумулятор. Сейчас будем заводить столкача. А почему сел? Потому что вот эти фонарики постоянно мигают. Первая остановка в пути. Аландский, Свято-Успенский мужской монастырь. Монастырь расположен в Куртатинском ущелье, в селении Хидикус. Поднялись на перевал. Открываются шикарные виды. Вот такие горные кряжи. И вон горы виднеются. И среди них есть Казбек. Вот эта вершина и есть Казбек. Первый раз вижу. Ну так вблизи, по крайней мере. До этого только издалека. Казбек. Казбек. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Посмотрите, сквозь какую невероятную красоту мы едем Какие горы нас окружают А внизу течет река Вон она, в ущелье исчезает Прибыли к месту обеда Вот такая красивая река Здесь нас встречают уже повара и подмастерья Что там у нас вкусного приготовлено? Поделишься? На обед куриный бульон Говядина тушеная И отварной картошки Хорошо, спасибо Озвучивай, если кто не услышал Куриный бульон, тушеная говядина Отварная картошка и тузлук И вот наш шеф-повар Александр А здесь пока ведется дозаправка бензином Евгений старается Полные баки наливаешь? Стесно! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проезжаем через поселок Садон Вот так он странно выглядит Есть жилые дома и развалины Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Небольшой нестанкционированный перекур В горах, в красивом месте Наш мавр постоянно кипит Забит радиатор грязью После предыдущей покатушки Доливаем воду в него И в водителя Точнее охлаждаем радиатор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята подтягиваются А мы остановились на отдых В очень красивом месте Там в туманной дымке горы Шикарные такие вершины И самое главное Посмотрите, какие скалы Проезжали сейчас мимо камней Разбросанных А здесь такие же скалы У меня кузнечик Сейчас приду Как зовут кузнечика? Не знаю Самоножка какая-то Жора Нет, он самоножка Посмотрите, у него ножки одной нету А кто его ножки лишил? Не знаю Неуврожденная патология Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проезжаем через древнее село Галиад Вот такие живописные развалины Впечатляют Очень интересно смотрятся Сегодняшние виды просто зашкаливают Каждый раз переваливаешь какой-то перевал И открываются виды все круче и круче Вот такие замечательные горы Скальные массивы Великолепно Прекрасный день Отличная погода Шикарная компания И великолепная поездка Что еще нужно? Сегодня полный набор Субтитры создавал DimaTorzok Светлой памяти Павшим за отечество воинам 1941-1945 годы Заселились в отель Среди величественных гор И полноводных водопадов Вот такие вершины Целый день среди них едем И никак не можем проехать Я вас люблю Я с вами буду катать всю жизнь Как вы видели на этом Рейзере Сегодня повредили колесо Поставили время на запаску И сейчас это колесо ремонтируем Лечим поврежденную покрышку Проклеим изнутри армированный скотч Чтобы не повредить камеру Так как шиномонтаж С вулканизацией Здесь в горах недоступен Есть контакт Также еще ремонтируем замок На РЗР В общем делаем Полная серость на техобслуживание День третий Сегодня будет самый сложный маршрут За всю экспедицию Нам предстоит проехать Через Архсарисарский лес Даже в хорошую погоду Сделать это непросто А во время дождя Сложность преодоления маршрута Вырастает в разы Но мы не сдаемся Всю ночь шел дождь К утру он прекратился И появилась надежда Что погода улучшится Но не тут-то было Зато, пользуясь временным Затищем дождя Удалось поднять воздух Продолжение следует... Данное ущелье Это Дегорское ущелье Вот, к сожалению, погода нам не дала Мы вчера проезжали Видели, с той стороны заезжали Был город Галиад Разрушенный город С этой стороны Есть такой же город Мы сейчас проезжали указатель Данипад Хотел подняться Но сейчас смысла нет Мы в туманку просто подняли Но суть в том, что Эти два города Охраняли данное ущелье Данное ущелье Это участок Шелкового пути Между морей Проходил этот шелковый путь Между Каспийским Черные люди Шли в Европу Сейчас мы в данный момент Выезжаем уже из Осетии Буквально через лес Мы переедем И уже будет Кабардино-Балкария Мусульманская республика Все кардинально поменяется И там нас встретит Проводник местный Шамиль его зовут И мы пойдем в лес Готовьтесь очень серьезно Я вот в такую погоду Не бейте Просту вас Врезаем лес Крутые грязевые спуски Жесткий тут спуск Вообще реальный такой Я говорю Просту вам Позовьтесь Королайн На поваришах заклинил вариатор. Разматываем лебедку, попытаемся затянуть его наверх туда и уже там стал кача завести. Генерал на ходу. Едет сам, а теперь начинается череда грязевых подъемов. Все, вторая попытка более удачная, отлично. Нормально так сносит. Лебедим. Поехал, 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 поехал. Поехал, 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 поехал. Илья. На таком же Маври. Училить резерверки восьми сутки. Очень легко. Как дерево. Училить резерверки. Более удачно заскочил. Маври. Нифига так красиво заскочил. Так, ну и остался генерал. Опа, снесло как. Приложился в дерево. Решили, что генерал поднимется сам, сколько сможет, а дальше на лебедке. Тихонько затягивается сам. Дождь не прекращается. Идет, и идет, и идет. Фотоаппаратом вообще портиться невозможно. Хорошо, экшн-камера влагозащищенная. А здесь нас встречает колея с набросанными в нее бревнами. Ужасные участок дороги. Голубокая колея. Поперек лежат бревна, на которых подпрыгивают машины. И вот такой крутой подъем. И Димас там генерала затаскивает. Дмитрий на синем мавре решил помочь спуститься вниз по этой колее. и подтянуть генерала. Скажи, когда стоп. Еще езжай, езжай, нормально. Пошел, 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 пошел. Есть, вытянули. Крутое место. Я говорю, все в полярисе тащить надо. Ладно уж прям, а. Не, ну что, молодец. Что из наших? Приложился хорошо. Это дверь. Видишь, резинка. Пластмасса. Бери кусок. Да. Вот, видишь, цепануло ешь. Впереди уперлись реально серьезное место. Крутейший глиняный подъем. Стоит УАЗ. Стоит БРП. Даже на лебедке. Не получается заскочить сразу. Так, перецепились. Нормально заехал. Малор неудачно все напрягну. Промежколес поймал. Ну, вроде вышел. Довольно удачно. Ничего не засыпил, не порвал. Не, ну красиво заскочил. Очень крутой подъем. Воспеселца не смогла заехать в первого раза. Точнее заехала, но уже в конце не смогла. Поэтому он перезаест. Вышел на правильный прайк. Отлично. Пошел. Отлично. Пошел. Давай, еб... Да давай, еб... Да давай, еб... У вас между тем выбирается. Далили ему бензина. И процесс пошел. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Дальше. У-у-у-у-у-у-у. Вот. Очень staring derecho. Дальше не вижу, вот. РЗР-800-ку смешло, он туда-то вбок посадил на бревно. Разматываем лебедку, будем спасать. Вот такая красивая, но вне совсем неприглядная картина. О, прекрасно. Баги тут проехала очень легко, а вот у Азу, чтобы не кувыркнуться, приходится разворачиваться задом и спускаться на лебедку. И ему Мавру не удается покорить, пойдем самостоятельно, заезжает на лебедку. Говоришь, отличная покатушка? Нет, нет. Почему? Все, дождь надоел? Все. Первые два дня солнца были лучше, да? Да, да. Кроссовки не промокли? Кроссовки не, нормально. Вот бампер сработал, даже пара целая, офигеть. Ты же видел, да, как хотел? Конечно. Ну да, нет варианта, понимаешь? Как ты не крутил. Часто не пользовался, никогда. Что же? Андрей говорит, что лебедкой так часто никогда не пользовался. Все бывает первый раз. Да. Музыка. 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 Ну, теперь дорога совсем раскисла, и вот два оранжевых мавра застряли. Один стал между деревьями. Второй вон он на лебедочке выходит. Как впечатление? В общем, экзотично, экзотично. Все размыло, раскисло, резина замыливается. Ехать очень сложно. Без лебедки не обойдешься. Пока мой щелклон сносит. Ух ты! Сносит. Спуск вниз не легче, чем подъем наверх. Что там стаскивает, что здесь. Еще и отвешивают в полариса. Мавра просто скатывается. Им не надо, как уазу лебедиться. Вот он, экстремальный спуск. Но синего снесло на подступах. Опять завернуло на бок. Синий Мавр решает попробовать альтернативную траекторию. Проехать прям сквозь лес. Ух ты! Ух ты! Ну а Мавр ушел куда-то прям вообще конкретно вниз. И мне кажется, он уже в дерево уперся. Не рассчитал с траекторией. Андрю! Вот это маршрутиц. Поварис заталкивает. Затягивает при помощи лебедки. Давай быстрее выпить хочется! Ух! Ух! А страшно, да? Затормозил. Давай, хожу, 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 хожу! Ох! Чуть дерево не приложило. Перезаезд от оранжевого Мавра. Ух ты ж! Вот это влупился. В итоге Маврик погнул рычаг. Дальше решили все-таки попробовать на лебедке. И опять неудача, а? Как он так заехал? Надо в лебедках растягивать. Мавра. Ну неудачно. Стянуло. За малым на бок не положил. Сейчас перелебедим. Попробуем вытянуть его в другую сторону. Все, заводим его задом на спуск. И потом на лебедке аккуратно спустится туда вниз. И здесь прямо на спуске растет ежевика. Вот такие вкуснячьи ягоды. Пусть у нас еще один синий Мавр, которого нужно спустить и не проскочить вот эти папоротники. Затормозит до них. Есть. Отлично. Ну что, пытаемся выехать. Крутейший спуск. Хорошо, что вниз. Степенечка-то. Ох, колесо как, а. Она отломилась. Так, ну и замыкающий слайд. Генерал сел в колею. Ситуация повторяется. Снова синий Мавр тащит Полариса. Наконец-то выбрались в поле. Выехали из этого леса. Мы наконец-то прибыли к месту обеда. Как вы думаете, сколько времени? Пять часов дня. Вот столько времени у нас отнял этот лес. Жесткий, жесткий маршрут был. Но есть что вспомнить. Здесь для нас уже давным-давно накрыт обед. Нас ждут. А мы очень-очень сильно задержались. Но прибыли. Раненого Мавра загрузили в прицеп. Дальше на нем ехать уже нельзя. Можно. Перегоним. Можно, но не стоит. Можно, но не нужно. Да. Вот. Поэтому перегоним его к месту ночевки. И уже там произведем ремонт. Замена рычага. Большую часть оставшегося маршрута мы проделали в темноте. И заселились в отель уже ночью. День четвертый. Сегодня нам предстоит преодолеть самый высокогорный автомобильный перевал в России. У него два названия. Школьный и Чагиджара. А максимальная отметка составляет 3134 метра. И еще. На перевале мы попадем под первый августовский снег. Ну а конечной точкой, где мы остановимся на ночь, станет Альплагерь Безенги. Вчера мы заселились в отель Аушегерси. И термальные источники помогли согреться после холодного дождливого дня. А утром, пока все спали, наши механики производили ремонт баги. Меняли поврежденный рычаг на новый. И, кстати, весь ремонт проходит под непрерывным дождем. Он так и не прекращается. А нам же сегодня ехать в Верхнюю Балкарию, потом в Безенги. Все, Маврика отремонтировали. Теперь он снова на ходу и может продолжить путешествие. Дождь так и не прекращается, но наша экспедиция-то не может помешать. Первая остановка на нашем пути – Голубое озеро. Нижнее Голубое озеро – уникальный памятник природы, который входит в состав группы из пяти карстовых озер. Оно небольшое по площади, но зато является одним из глубочайших карстовых озер в мире, а также вторым по глубине пресным водоемом в России после Байкала. Его глубина составляет 279 метров. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь вот такие дружелюбные собаки. Сопровождают машины. Бегут впереди и не дают проехать. Так и бежит. Стартуем из Верхнебалкарии. Техника ожидала нас здесь под навесами. Выгоняем и едем на перевал Школьный. Отмыли баги, заодно промыли радиатор, чтобы не грелся в дороге. Хозяева этого дома приготовили нам вкуснейшие хачаны. Вот такая красота. Выдвигаемся, едем на перевал Школьный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Видимость. Остановились в ожидании отставших машин, чтобы они не проскочили мимо. Теперь ребята подъезжают. Как впечатление, говорю? Супер! Или согреваешься на ходу, все хорошо? Все вместе. Я говорю, самый нужный человек в походе, тот, у которого есть закуска. Вот такие нереальные подъемы проходим. Вот Нива штурмует. Смотрите, какая она грузочка. А резинка-то у нее не МТшная. Очень сложный подъем на перевал школьный. Тяжело дается, но в баги все-таки легкие машинки заходят. Заходят, зацепа хватает. А вот Нива уже потяжелее будет. А не, пошла, пошла, пошла. Класс. Они наши все пошли. Стоим на обзорной площадке. Отсюда открываются просто нереальные виды в хорошую погоду. Правда, сейчас из-за тумана абсолютно ничего не видно, но я же уже здесь был раньше и снимал все это великолепие. И сейчас я вам его покажу. Деревал школьный, проходим нестандартно. А он не тормозит, видишь? Спускаемся вниз. В общем, каким-то другим маршрутом. Хотя, по идее, нужно лезть куда-то туда, вверх в гору. Очень крутой спуск. Грязевой, но как вот мелкими камушками посыпан. Пока машинки держатся, еще не раскатали. Вы не поверите, я это предполагал, но сейчас это случилось. На перевале пошел снег. У нас нулевая температура получается. Вот они, мы в снегу на перевале. Такого еще не было. Как вам снег? Отлично, греем руки. Старая схема. Что я вам скажу, вот этот розовый плащик, вот он, этот розовый плащик, ну блин, он меня спасает. Пусть он розовый, пусть он страшный, но он служит дополнительным словом защиты, и я выживаю. Все, едем дальше. Это первый августовский снег на моей памяти. Рабан, нормально, отец? Здесь реально. Выхлопной трубы можно нагреть руки. Ну вот, закончился дождь и закончился ходовой день. Прибыли в альплагерь Безинги, висит туманчик, возможно завтра увидим красивые виды. А пока нас ждет столовая, ужин, отличная компания и отличное настроение. А здесь прям популярное место, столовая в альплагере Безинги. День пятый, сегодня мы проснемся в удивительном месте, у подножия гор Пятитысячник. Прогуляемся к леднику, проедем через прекрасные перевалы и полетаем на парапланах. Всем доброе утро, наконец-то кончились дожди, и нас встречает ярко-солнечная погода. Вот такая красота открывается. Вот такая музыка здесь звучит. Вот он наш лагерь, запаркованная техника, одна белая скала и, если перевести взгляд сюда, открывается другая. Как же здесь красиво, дух захватывает. А внизу расположена застава пограничников. Вон их зеленые домики и дальше уже идти нельзя, только по пропускам. Вон их зеленые домики и дальше уже идти нельзя, только по пропускам. Вон их зеленые домики и дальше уже идти нельзя, только по пропускам. С вами Олег Лусеевич, директор этой базы. Расскажите, как все было, с чего начиналось? Ну, как все начиналось, я, конечно, всего этого не видел, потому что база, альпинистская база Безингия, она старше меня. Вот здесь у слияния бокового ущелья Межирги с ущельем Безингийским, там, на высоте 2200 метров первый палаточный лагерь появился в 1959 году. В прошлом году мы отметили 60-летие Безингии. Безингии здесь самый высокий на сегодня участок нашей страны. Почему на сегодня? Ну, после развала Советского Союза, когда Азия уже не наша, Безингийские горы, они самые высокие. Самый высокий участок главного Кавказского хребта. Поэтому Безингии называют Президиумом Кавказских гор или в советское время называли советскими Гималаями. На сегодня реалии изменились и вот на месте, где собирались брутальные суровые альпинисты, сейчас вы увидите детей много, люди приезжают на семьях, семейный отдых. За историю отечественного альпинизма Безингии это первый альпинистский лагерь, где функционирует детский садик. Вот наша гордость. Проводим учебные смены для нас. Самые-самые важные участники нашего мероприятия это новички. Мы люди тщеславные, когда благодаря в твоей работе молодежь вовлекается в альпинизм. Они попадают в эту следу, а следа она очень много определяет. В этом проводим учебные смены. Всем коллективам вот в этом направлении стараемся сильно и сильно работать. Приехали по гранзаставе. Вот такая колода у нас выстроилась. Начинается пешая часть маршрута. Двигаемся в сторону ледника. Вот он грязный такой, кажется это каменный осыпь, но на самом деле это ледник. Переходим через мост, туртропу. По ней можно идти с паспортами. А вот он тот самый мост. А если идти по левой стороне, где мы сейчас находимся, то только с пропусками. Настроение замечательное. Прекрасная погода. Хоть и облачно, но дождя нет. Вся туристическая тропа выложена вот такими камушками. Идешь среди них, не ошибешься и не промахнешься. Классно здесь. В долине ветра практически нет. Солнце светит. Шикарные виды окружают. Настроение бодрячковое. Движемся дальше. Впереди нас ждет водопад. Вон наша команда сбирается. Рвется вперед. Увидеть всю эту красоту, ощутить, прикоснуться. И похоже, вот он тот самый водопад. Он, конечно, и внизу будет литься. Но отсюда видно его верхнюю часть. Дошли до уровня водопада. Вот он спадает вниз струями, разбиваясь на камнях. Красиво. Ну а верхнюю часть водопада мы видели издалека. Прямо над нами находятся снежные шапки гор. Ну как, припорошены снегом. Это, наверное, остатки того дождя, который шел вчера-позавчера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ой, какие чувства! Давай еще раз. Держим под сенью вот таких шикарных скал. Поднимаемся к ним все выше и выше. Идем по виткам очередного перевала, серпантина. Останавливаемся на обзорной площадке. Любуемся всей этой природой. Как же, как же без этого? Невероятно красиво, невероятно круто. Это Кавказ Discovery. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот оно самое засадное место на этом пути. Вот такой овраг, промойна. Внизу течет ручей. И вот там нужно переехать. Далеко не у всех это получается. И хотя дорога, казалось бы, сделана, но мы сейчас проезжали мимо УАЗика, он не смог здесь проехать. Будем помогать. Наши ребята уже проехали. А вот он тот сам УАЗ. Именно ему надо помочь протащить через эту промойну. Говорят, что ребята находятся здесь уже несколько дней, не могут подняться ни наверх, ни проехать в эту сторону. Действительно, подтверждают. Говорят, что у вас здесь находятся три дня. Сейчас пытаемся коллективно его переправить на этот берег. Вот сюда. Казалось бы, ерунда, да? Но присутствует шанс бокового опрокидывания. Поменялись водители. За руль все славяк. И все. Славик, ну как? Расскажи, как это было. Как было, блядь? На УАЗик надо ездить. Так. Тоже наши машинки пошли. Им проще, конечно, у них база короче. Бампером цепляться не будут. А просто спокойно выйдут. Оп. Значит, мы планировали проехать здесь, посмотреть красоты. Спустились. Матрусь здесь вообще жопа. У меня прямо туда не входит. А боком я боюсь я... Ну да, перекинуться может. Ну ладно, тогда решили подождать. Какой-то помощь там и все что. Ну, соответственно, разложили лагерь. Все, и супчик сварили. И как долго ждали, скажите? Сколько вы тут пробыли? Скажем, названивать. Давай еще и осталось. А ты с какой целью? Могли еще на парке и остаться. Ну у нас что, заказов на 5 дней. Ну че все. Вот как надо. А что вы это, вот он точно помог вам. Расскажите, пожалуйста, что за марафон? Куда бежите? Каждый по своим. Кто-то 300, кто-то 100 километров. 100 километров? Даже миль, 150 километров. Кто-то спит, кто-то не спит. У каждого свой план. А как называется в вашем мероприятии? Кавказ ультра-трейк. 154 километра за двое суток? Да. А вы хоть отдыхаете, спите, нет? А зачем? Нет? Правильно. В двое суток, да? Действительно. Чем быстрее еще, мы завершим. Чем быстрее еще отдыхать. Удачи вам. Спасибо. Паша, что стоишь? Давай, я тебя переодену сейчас. У меня есть трусы. Есть номер, мы тебя напишем от руки. Все, Паша пошел. Давай, давай, Паша. Свернули в селение Эль-Тюбю. Вот она, знаменитая башня Балкоруковых. Здесь снимался фильм «Война» Балабанова. А там народный проект «Книга в камне», посвященный местному поэту Кайсыну Кулиеву. На этой стене запечатлены его стихи. А вот там тот самый дом, тот двор, где происходили события этого фильма. Война. Узнаю его. Именно здесь родился народный поэт Кайсын Шуваевич Кулиев. Кайсын Шуваевич Кулиев. Прибыли на парадром Чигем. Здесь вон поряд. Хорошая ледная погода. Очень множество парапланов вверху в воздухе. Вон поехала очередная заброска. Все эти люди сейчас будут летать. Великолепные скалы окружают это место. Очень мощные такие, красивые, нереальные. Всегда нравится здесь бывать. Редактор субтитров А.Семкин на rzr 800 сломался вариатор ну как скорее всего просто проблема с ремнем вот он порванный ремень не то чтобы но что-то подсказывает да есть подозрение цвет появляется новый ремень кстати все хорошо проблема оказалась не только в ремне машину не удается завести поэтому сейчас уберем на бульсир и тянем до следующей стоянки все техника пошла находимся на верхней точке перевал актопрак цвета впечатляют а а Красиво! Спустились в селение былым. Оставляем здесь во дворе технику под присмотр вот таких животных. Не, ну и конечно хозяев. И завтра нас ждет Прильбрусье. А утро в Прильбрусье встречает нас с ясной солнечной погодой. Вот такая красота вокруг. Собираемся на прогулку. Идем вдоль реки Баксан в направлении ближайших вершин. Хотим подняться на гору Чигет и взглянуть оттуда на Эльбрус. Готов? Пойдем мы на Чигет. Конечно. Начинается движение вверх. Едем навстречу вершине. Какие-то гопники едут впереди. Я заметил. Я их снимаю. Канадка пока временно остановилась. Думаю, чтобы полюбоваться на Эльбрус. Вот он. Шикарный вид на него открывается. Практически не мешает облачность. Классно видно. А внизу расположены отели. В одном из них живем и мы. Приехали. О чем спорите? На персик готов? Сладкий пакетик внизу. Зайдешь вот отсюда до конца этого подъемника. Да. На сладкие персики там в пакетик. Или я тебе. Не могу. Все, я пошел. Давай. Давай. Встречимся на кафе. Присели в кафе. Ждем хачанов. Надо подкрепиться перед дорогой вверх. Заборы. Хорошо. Отличный тост. Поехали. Двигаем дальше. Выезжаем на самый верх. Впереди еще одна вершина, но уже пешим ходом. Ты смогла. Я самый красивый. Однозначно. Красавчик. Побежали, побежали. Забрались на верхнюю станцию канадки. На Чигет. Эльбрус уже как на ладони, но начал укрываться облаками. Не все так видно, как хотелось бы. Ну что ж, вторая станция канадки не предел. Надо двигать дальше. Идем наверх. И, кстати, отсюда уже видно озеро. Вот оно внизу сейчас. Как всегда на самом интересном месте стоят пограничники. А вот озеро Дангазарун. Сверху грязное на вид, но внизу, говорят, очень чисто и там красивые водопады. На скале прибиты таблички. Я так понимаю, это погибшие альпинисты. Путь наш служен, но не тернист. Отлично разбираемся. Небольшие перекуры. И с новыми силами вперед. Поднялся уже до уровня седловины. Вот здесь такой перепад высот. Прекрасный Эльбрус. А и кстати, находимся уже выше уровня снега. Вот она северная сторона и снежный склон. А вот он августовский снег, который здесь просто не тает. 24 августа. Забрался на самую вершину. Ну, наконец-то мы забрались. Да. Великолепие. Горное великолепие. Находимся на высоте 3461 метр на Чикете. А впереди Чикет Баши 3769 метров. И справа Эльбрус. 5,642. Весь мир на ладони. Ты счастливый нем. И только немного завидуешь тем, другим, которым их жены еще впереди. Неожиданно стал пешеходом. Еще вчера немного не дошел до Безюнги. До ледника Безюнги. Но сегодня уже поднялся на вершину Чикета. 3461 метр. А на обратной дороге встретил ребят прямо напротив нашего отеля. Вот такие красавцы. День седьмой. Сегодня завершающий этап нашей экспедиции. И самый длинный пробег за все дни. Мы проедем до озера Гижгит. Полюбуемся на местный город. Пройдем через перевал Шаукам. И попадем в Джилусу к подножию Эльбруса. Преодолеем маршрут к плато Канжол. И в конце дня попадем в Кисловодск. Первая остановка на нашем пути. Великолепное озеро Гижгит. Находится в обрамлении красивых скал. И вот оно, само озеро. Шикарно выглядит. Озеро Гижгит за счет потрясающего цвета и величественных гор, которые его обрамляют. По праву считается одним из красивейших озер Кавказа. При этом озеро имеет искусственное происхождение, так как раньше являлось отстойником Тернаусского вольфраммалебденового комбината. С тех пор прошло много лет. Озеро самоочистилось и привлекает путешественников со всей страны. Ну а мы едем дальше, ведь день только начинается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проезжаем над городом Тернаус. У него очень интересная история. Город Тернаус основан в 1934 году. При открытии Тернаусского вольфраммалебденового месторождения. Он расположен всего в 40 километрах от подножия Эльбруса. И считается самым высокогорным городом России. Так как находится на высоте более 1300 метров над уровнем моря. Но после распада СССР и закрытия вольфраммалебденового комбината. Он в кратчайшие сроки потерял треть своего населения. Этому также способствовала череда селевых оползней в 2000 году. В настоящее время население города продолжает медленно сокращаться. КОНЕЦ Встретили просто невероятное количество хищных птиц. Разбросаны по склону не менее двух десятков. Даже больше, мне кажется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Р обед. Все очень вкусно на обед. Здесь у нас говядина с овощами томленная в казанке, бульон куриный, овощи, соуса. И, судя по отзывам гостей, очень нравится. Но это уже у гостей надо будет спросить. Да, все вкусно очень. Очень вкусно, посолил так, как надо. Пришел за добавкой, все оказалось безумно вкусно. Прям нереально. Большое спасибо. Как же здорово, когда на природе тебя встречает вот такой шикарный обед. Пока отдыхали на обеде, уже явно показался месяц. Пол третьего, правда, только. Спускаемся к Джилусу и нам сегодня с погодой просто нереально повезло. Эльбрус пристал во всей красе. Мне кажется, мы еще ни разу за всю поездку не видели его вот так вот без туч. Чистый, светлый, свежий, яркий, блестящий. Как никогда повезло, да? Шикарно, Гаги. Прям идеальная погода. Просто сыграть. Нереально дрелись. Дальше наш путь лежит от Джилусу к плато Конжол. Еще один сложный участок пути, если выйти на подъем. Большие крупные камни. Дальше наш путь перес hearts. Опа, они теленка прикрывали. Поднялись на плата конжол. Я здесь был не менее 10 раз, но впервые так отчетливо вижу Эльбрус. Обычно он всегда скрыт в тучах. Плато конжол имеет максимальную отметку 2950 метров над уровнем моря. Оно прекрасно само по себе, но в хорошую погоду, такую как сегодня, плато является одной из лучших обзорных точек, чтобы полюбоваться на Эльбрус. Также оно является отличной финальной точкой для завершения нашего путешествия по Кавказу. Далее мы отправимся в Кисловодск и Ессентуки, где в одном эскафе состоится праздничный ужин. Я рад был с вами со всеми провести этот отпуск. Прекрасная команда, веселая очень. Дима, ты вообще просто звезда. Просто хочу поднять за Александра. Саш, огромное спасибо. Еда – это важная составляющая любого отпуска. И ты нам подарил прекрасный праздник. Еда была великолепна. Спасибо тебе большое. На самом деле, просто я вас всех поздравляю с финишем. Мы хотели вам, ну, как бы, подарить какие-то сувениры. Небольшие подарки. Я хочу вот прям с малыша нашего начать, потому что я тобой восхищаюсь на самом деле. Ты очень стойкий. Я тебе 10 тысяч раз предлагала пересесть джип, накормить, напоить. Он прям стойкий, поэтому держи этот пакет твой с первой. А вообще от лица компании хотел бы... Спасибо вам большое за то, что услышал мои позволь по поводу еды в этой поездке. Потому что по прошлому я был очень недоволен, ужасно, но по поводу все изменилось. Огромное спасибо. Ну и всем на то, что такая прекрасная компания. Я тоже тебя терпел, кстати. Конечно, Диму и Аксению хочу выпить, потому что мы с ребятами очень любим путешествовать, много путешествуют. И все время, когда приезжаем на Кавказ, и когда нас водит в компании «Кавказ Дискантери» в лице Дмитрия, всегда есть с чем сравнивать. И мы всем, когда говорим, вот в какую-то поездку едем, говорят «О, на Кавказе». Всем советуем съездить на Кавказ. Мы были в последний раз в Карелии, говорим «В Карелии, вово». А Кавказ это «О, вово», вот так. Поэтому Дима всегда держит уровень, всегда молодец, качественно. Растет, я бы сказал. Красоты. А я как фотограф вам могу сказать, что тут просто, вообще просто раидный фотограф. Поэтому предлагаю выпить за Диму и за Ксюшу. Молодцы, ребята. Устроили нам фраздник. Одежду М! Ура! 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 Вот так весело и жизнерадостно прошла наша поездка по Кавказу в дружной компании единомышленников. Уверен, что мы еще не раз встретимся с ними в новых путешествиях и экспедициях. Присоединяйтесь и вы. Ну а если вам понравился фильм, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репосты, пишите ваши вопросы и комментарии, буду рад с вами пообщаться. Также смотрите другие интересные фильмы о наших путешествиях. До новых встреч на канале. С вами были Кавказ Дискавери и Андрей Каспер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова